В эфире информационная программа Пульс Города. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Приехал, получил штраф. За что закон суров к водителям? В целях экономии и комфорта ради в образовательных учреждениях установили специальные терморегуляторы. Нарядное на праздник к нам придет. Какую елку готовят для Кандалакшан? Многие горожане продолжают жаловаться на то, что уехать в часы пик на общественном транспорте бывает затруднительно. Ожидание маршруток может занять до получаса. В связи с этим специалистами администрации был объявлен конкурс на дополнительные рейсы, которые будут осуществлять перевозку пассажиров по первому маршруту. От Кандалакшан по-прежнему поступают жалобы на то, что качество пассажирских перевозок в нашем городе остается неудовлетворительным. Люди вынуждены подолгу стоять на остановках в ожидании транспорта. Особенно проблематично уехать в часы пик. Бывает. Бывает. Мерзнешь вот зимой особенно. А мне надо каждый месяц приезжать. Лекарство получать. Я инвалид. Раньше было лучше. Только подойдешь, уже подъезжаю. Все приходится ждать. Для того, чтобы стабилизировать данную ситуацию, местные власти решили ввести дополнительные рейсы по первому маршруту. Постановление о проведении соответствующего конкурса для определения подрядчика уже подписано. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 ноября. Его итоги подведут в середине следующего месяца. Сразу после определения подрядчика с ним будет подписан контракт. И по первому маршруту будут пущены дополнительные рейсы. С 7 до 11 утра и с 15 до 19. То есть тогда, когда на остановках скапливается больше всего пассажиров. Несколько тысяч рублей за полчаса. Именно столько приходится выписывать канделакшским инспекторам ГИБДД в качестве штрафа тем, кто нарушил правила парковки. Сегодняшний рейд полиции в очередной раз показал. Для некоторых автовладельцев комфорт собственной машины нередко важнее всего остального. Штраф в полторы тысячи рублей получила водитель иномарки. Девушка оставила свою машину возле торгового центра именно в том месте, где этого делать нельзя. А дорожный знак «Остановка запрещена» автолюбительница не просто не заметила. Она, как выяснилось, вообще не смотрит на такие предупреждения. Инспекторы ГИБДД отмечают, в центре города, где движение особенно оживленное, правила нарушаются постоянно. Водители, когда в спешке, а когда по привычке, паркуются как хочется, забывая о суровости закона. Но и внутри дворов поведение граждан тоже вызывает массу нареканий. Чаще всего это остановка на тротуаре, создающая препятствие пешеходам. Санкция за такое нарушение – тысяча рублей. Ровно столько же придется выложить и тем, кто размещает свою машину, загораживая путь у пешеходного перехода. Водитель автомобиля «Океа» нарушил пункт 12.4, а именно остановился ближе 5 метров от наземного пешеходного перехода, который обозначен дорожными знаками дорожной разметки. Данное нарушение – это непосредственная угроза пешеходам, потому что когда пешеход переходит по пешеходному переходу, где он должен переходить, то другие участники дорожного движения просто-напросто не видят из-за данного автомобиля самого пешехода. Ситуация возле аптеки на улице Новой – наглядное подтверждение тому, что порой водителям абсолютно все равно, куда и как ставить свой транспорт. При этом каждый раз в подобных случаях возникает угроза жизни и здоровью сограждан. В таких случаях инспекторы не только выписывают штраф, они напоминают – читайте законы и будьте уважительны к другим участникам дорожного движения. Все удобно, повнимательно. Думаю не только о следной и о пешеходах. Все удобно. Во многих школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования этой осенью ведется установка так называемых терморегуляторов. Данное оборудование позволяет нормализовать температурный режим в зданиях, избежать перетопов и тем самым более эффективно расходовать средства за оплату тепла. Детский сад номер 63 стал одним из нескольких учреждений района, где появились погодные терморегуляторы. Принцип работы прост. Специальные приборы в автоматическом режиме фиксируют температурные данные наружного воздуха, а также температуру внутри самого здания. Выводится средний показатель и передается на теплоноситель. В зависимости от этого подается больше или меньше тепла в помещение. Такая система помогает избежать перетопов, когда на улице становится теплее, и тем самым уменьшить суммы, предъявляемые за оплату тепла. Установка данных приборов стала возможна благодаря реализации муниципальной программы по энергосбережению, рассчитанной на 2013-2014 годы. В текущем году из областного бюджета муниципальному образованию Кандаларский район выделены средства в рамках программы повышения эффективности бюджетных расходов. Часть из тех средств в сумме 2 миллиона 330 тысяч рублей будут направлены на установку погодных регуляторов отопления. Эти погодные регуляторы будут установлены в 17 образовательных учреждениях. В рамках данной программы ведется не только установка погодных регуляторов. Кроме этого, в ряде учреждений произвели замену старых оконных блоков на новые. Данная мера также позволяет создать для детей более комфортную обстановку и поддерживать оптимальный температурный режим. В сентябре месяце нам было выделено по целевой программе 400 тысяч рублей, на которые мы заменили окна в двух групповых помещениях средних групп. Конечно, ощутимо, в группах стало намного комфортнее, уютнее и самое главное – тепло, что дети в детском саду проводят 12 часов в сутки и находятся в комфортных условиях. Работы по установке погодных терморегуляторов и замене оконных блоков ведутся и в других образовательных учреждениях и, скорее всего, продолжатся и в следующем году. А насколько эффективной окажется данная мера, можно будет сказать после окончания отопительного сезона. Юность без решеток. Игра под таким названием состоялась вчера в нашем городе. В ней приняли участие школьники Кандалакшского района. Они выполняли непростые задания и отвечали на правовые вопросы, с которыми приходится сталкиваться ежедневно. С нормами поведения в обществе ребят знакомили библиотекари. Поддержать пришли специалисты из администрации и полиции. Команды учащихся 8-9 классов из шести школ Кандалакшского района встретились на интеллектуально-познавательной викторине. Ее организовал Центр правовой и деловой информации совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних. Игра проходила по станциям. На каждой из них нужно было выполнить задания. Например, собрать правовые пазлы, то есть соотнести строчки юмористического стихотворения со статьями Кодексов Российской Федерации. Не очень-то и легко. Здесь нужно было думать и определять. Наказание здесь какое будет, что это именно, какое это преступление, надо знать. У каждой станции свое название, определенное темой. Уголовный кодекс, фольклори. К нам едет прокурор, следствие ведут, эрудит и так далее. Задания соответствуют базовому школьному уровню и в то же время направлены на расширение кругозора учащихся, развитие их творческих способностей. Всего ребятам было предложено пройти семь этапов. Например, станции, где обсуждается работа прокуратуры, станции, где обсуждаются какие-то знания, нужно иметь о работе вообще правоохранительных органов, знания о кодексе административных правонарушений, знания уголовного кодекса. Потому что ребята, не имея таких минимальных знаний, им очень трудно будет в жизни ориентироваться в некоторых сложных ситуациях. Учить подростков ориентироваться в жизни – такова цель организаторов. Поэтому уже не в первый раз в нашем городе проводится подобная викторина. А в нынешнем году деловая игра «Юность без решеток» является частью всех ноябрьских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений. Этот конкурс вызывает интерес у школьников, которым нравится изучать право. Такие конкурсы у нас проводятся уже не в первый раз, но хотелось бы, чтобы проводились еще, так как это очень интересно, увлекательно, и дети познают право, Конституцию. Когда ты изучаешь права свои, ты знаешь, как тебе поступить в любой ситуации в данном случае, ну в разных случаях можно использовать. Ответы на правовые вопросы, решение занимательных головоломок, написание детектива – эти и другие задания оценивало жюри. В его составе не только библиотекари, но также специалисты администрации и полиции. По итогам игры победителем стала команда учащихся из 19-й школы. Полтора месяца остается до наступления Нового года. Сейчас о приближении главного праздника страны напоминают пока лишь торговые заведения, где в продаже появились новогодние украшения и символы. Но уже через пару недель в центре Кандалакши горожане увидят елку. Какой она будет на этот раз, нам рассказали в администрации. Как будет выглядеть в центре Кандалакши новогодняя красавица уже понятно. Хотя детали оформления пока держатся в секрете, чтобы сохранить, как говорится, ощущение загадочности праздника. И тем не менее, точно известно, что каркас будет таким же, как в прошлом году. Но украсят елку несколько иначе. На эти цели закуплена дополнительная иллюминация. Елка предстанет перед горожанами в искусственном виде. Елка – это не дешевое удовольствие, потому что то, что мы в прошлом году приобрели, это более 500 тысяч рублей, полмиллионовые затратили на ее установку. Каждый год, к сожалению, таких денег, конечно, у нас менять елки – это не представляется возможным. Наверное, из-за нашего, опять же, дефицита бюджета, бюджетных средств. А тем более, 2014 год у нас будет очень сложным. В частности, это скромфинансирование всех вообще мероприятий, связанных с жизнеобеспечением и деятельностью нашего города. Поэтому и не исключением является, в том числе, и, естественно, новогоднее празднество. Мы не говорим о том, что мы будем сокращать до минимума. Мы постараемся то, что имеем, сделать из него красивую, нарядную елку, которая, наверное, все-таки, в первую очередь, будет радовать наших детей, которые придут и в новогодние ночи, и накануне, и в рождественские праздники. Вот, загадают желание, отметят, как положено. В администрации пообещали, елка будет нарядной, красивой, лучше, чем в предыдущий раз. Ее установкой займется местная подрядная организация, которой прописаны конкретные сроки выполнения работ. Согласно договору, к 1 декабря главный символ праздника уже должен появиться в центре города. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. В ночь на 14 ноября в Кандалакши по району ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха минус 2-1 градус. Днем 14 ноября синоптики прогнозируют ясную погоду. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха от 6 до 4 градусов ниже нуля. Атмосферное давление будет расти. Солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте, ответим. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин